Сегодня будем снимать Эксперимент омоложении человека Будем попытаться выращивать зубы Вот Вот этот зуб Если этот зуб вырастет Он там и сидит Среди дивных зверей И дающая жизнь Если вырастут эти зубы Всего 6 зубов Значит аппарат омолаживающий работает Здесь стоят два компьютерных кулера И они охлаждают эти радиаторы В этих радиаторах стоят транзисторы По нескольку транзисторов стоят Этот кулер Она как бы охлаждает трансформатор Умножители не греются Но строчник может греться Выбор сделан и вот Наказание дано На земле смерть живет У нее нету Помотки для базы Потому что Она сигнал берет С первого умножителя Поэтому у них происходит Ну как бы Одновременная фаза Вот так импулсы двигаются Одновременно Поэтому для умножителя Это как бы Становится как Плюс напряжения Вот А этот стоит Трансформатор Сварочный Сварочный трансформатор И Она подключается к этому Дум электродам Здесь буду Поделять Атомарный водород Катион И эти Атомарные водороды Катионы Буду Наливать сюда Время от времени Чтобы Водород Проникал В меня Еще важно Помнить Что Чтобы Этот Чтобы Атомарные водороды Не превратились В дентери и третий Все нужно делать В темноте Ну Относительной темноте Вот сейчас Я Этим Сварочным аппаратом Древесными Углями Буду Выделять Водород В этом Тазе И Нужно Аппарат Омолаживающий Использовать В темноте Потому что В темноте Водород Как бы Сохраняет Свою Света И Только Всегда В каждый час Года Делай его С головой Сделай работу Душе Веселее Все говорят Молодец Не обольщайся И будь Помудрее Лучше Начало Конец Мудрый Рассудик Даст Свой Совет И Может Откроет Древний Секрет Еще Вот Еще одно Важное Состояние Ну Волосы Должны быть Не сухими А Мокрыми Потому что Это имитация Изолятора Молнии Каменного Угля Когда Идет Дождь В темноте В темных Облаках И Там Постоянно Льет дождь И волосы Должны быть Сырыми Потому что Сырые Волосы Они хорошо От себя Как бы Дают Энергию Они Как бы Эти волосы Становятся Не изоляторами А как бы Проводниками И энергия Как бы Уходит От волос Плюс Уходит Минус Входит И Эти Минус Энергии Втягивают Водрод Это Плюсовые Катионы Водрода Втягивают Под волосами В кровь И Индустрируют Человеческую кровь До столовой Клетки Ими правит Любовь Оба ноги И нету Стыда Не знают Они Ни добра И ни зла Шум чистых лет Я намочил Волосы В аппарате Омолаживающем Нужно Сидеть Голым Абсолютно Голым Чтобы Холод Создавал У человека Гормон Дегидра Тестостерон Этот Гормон Она Как бы Отключает У человека Иммунную систему Иммунная система Человека В это время Отключается Полностью И Если Иммунитет Отключается То Стволовые клетки Будут Страиваться В организм Человека Созданием Созданием Новых органов Еще Ну Чтобы Это Не превратилось Не превратились В раковые клетки Нужно Обязательно Принимать Воду Из Этого Из Этого Сольную Воду Щелочь Щелок Чтобы Чтобы Ушелачивать Свой Организм Ну Чтобы Не было Кандидоза А Чтобы У человека Не было Ну В обычном Состоянии Чтобы У человека Не было Дегидротестостерона А был Всего лишь Тестостерон Ну Нужно Одеваться Тепло Ну Обувь Должен быть Теплым Штаны И Главное Теплые Трусы Ну Чтобы Перед Началом Использование Аппарата Омолаживающего Человек У человека Не должно Быть Дегидротестостерона Поэтому Нужно Одеваться Тепло Это Вторые Штаны Это Ритузы Толстые Это Тоже Ритузы Толстые Это Самые Дальние Дали Свежей Вести Несли Никакой Острой Сатирой Игра Специальный Сон Развеченный Церкви Жестоко Было Тепло Дальше Остров Четыре Многослой Здесь Есть Чашу Вины Специальные Парки Светлые 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 Звук Правды Чтобы Не было холода Личников Чтобы не было холода Эти с Сусану тоже толстые и сквозь нее. Раз, два, три. И еще здесь внутри у нее есть тоже утеплитель. Чтобы высоковольтная энергия не уходила на землю. Это как бы платформа. Так, высокое напряжение включается прямо в этот таз с водой. То есть она как бы тоже изолирует. Так, значит генератор стоит вот. Сейчас я провода припаяю. Этот провод сюда, потому что она оторвалась. Этот генератор состоит из двух строчников. Вот второй строчник. Вот первый строчник. Второй строчник питает эти два умножителя. А первый строчник питает вот эти три умножителя. строчники. Строчник стоит под высоким напряжением, поэтому первичная обмотка у нее перемотана высоковольтными проводами. вот. То есть эти три умножителя создают 81 тысяч вольт. И эти напряжения входят прямо в этот строчник. То есть в этом строчнике, вот в феррите, находится 80 тысяч вольт. И чтобы энергия не сломала транзисторы, вот там стоят транзисторы в радиаторах, и чтобы эти транзисторы не сломались, она обмотана на высоковольтных проводах. Вот. Ровно в таких проводах. Это провода для для кинескопа. Вот. Рассолю по щегам, прольется радость вдруг, увидишь как бежит. Люди спрашивают меня, почему вы ставите вот такой диод. Я ставлю эти диоды, чтобы энергия строчников, переменное напряжение. Переменное напряжение идет через конденсаторы. Вот. От одного идет от конденсатора, переменное напряжение минус. Идет, идет, идет. И здесь тоже она выходит в переменное напряжение через конденсаторы. То есть здесь выходит уже минус напряжение. Плюс напряжение, высокое напряжение. И низкое напряжение минуса. Чтобы фильтрировать ее, я ставлю вот такие диоды. Я как бы первый добровольный испытуемый. Иду сидеть в аппаратом омолаживающем. И надеюсь, что все пройдет правильно. И думаю, что если Бог позволит, то я все сделаю правильно. У меня вот пальцы в свечение выходят. Свечение из пальцев. Ну, как тогда зимой делал аппарат омолаживающий. Там же тоже из пальцев свечение выходило. Вот точно такое же свечение вот сейчас и выходит. Значит, этот аппарат работает как бы правильно. Ну, в принципе, все правильно. Я сделал 4 часа. Ну, в принципе, с перерывами на зарядку водорода. Тогда я буду отключать аппарат и как бы перезаряживать воду водородом. Ну вот, только что закончил эксперимент на омолаживающем аппарате. Теперь мне как бы незачем носить усы и бороды. Поэтому сегодня я буду ее резать. Узнал я в Библии словах, что рай не где-то в небесах, А сад, цветущий на земле. Немного времени пройдет. Во всех краях он расцветет. Доступен всем тебе и мне. И рассказать о том стремлюсь, Там будет царствовать Иисус, Там пропадет навеки смерть. Все те, кто умер, оживут, Его без славы воспоют, А прежних бед не будет впредь. Субтитры создавал DimaTorzok